всем привет мои хорошие мое утро начинается как всегда с крепкого чая чтобы проснуться и сегодня решила заплести косички ну что-то новенькое для разнообразия так девчонки у меня к вам вопрос у меня к вам просьба поделитесь кто знает классный проверенный рецепт рыбных котлет вот смотрите сижу с рыбать чтобы вам показать вот такая у меня рыба ребятки не знаю как она называется у нас она называется тилапия 4 вот такие вот филе хочу сделать рыбные котлеты но не могу не могу найти идеальный рецепт для рыбных котлет кстати мне очень нравятся рыбные котлеты которые у нас продаются в европейском супермаркете но хочется же свои домашние делать я перепробовала очень много рецептов пробовала и с зажаренным луком и с хлебом мне не нравится мне ни один рецепт не нравится девчонки а может и мальчишки но мужчины и кто рыболовы и умеет готовить вкусные рыбные котлеты поделитесь проверенным хорошим рецептом рыбных котлет пожалуйста прошу вас сегодня нашла уже столько этих рецептов на ю тубе пересмотрела сегодня увидела такой интересный рецепт в рыбные котлеты добавляются овсяные хлопья перемолоная в блендере еще попробую такой рецепт но я мне очень нравится я когда покупаю в европейском магазине котлетки там мелко натертая морковка не не очень на мелкой терке и не на крупная такой средней терке натертая морковка мне очень это нравится попробую такой еще рецепт сегодня не знаю понравится не понравится лук добавлю туда кстати вот в этом рецепте который увидела сегодня туда чеснок не идет вообще нужно вот скажите мне нужно в котлеты в рыбный чеснок добавлять или нет так значит рыба овсяные хлопья еще что мне понравилось что женщина говорит она добавляет в эти котлетки йогурт греческий йогурт кстати он у меня в холодильнике есть она говорит что можно и сметану добавить но у меня как раз йогурт есть так что еще попробую такой рецепт ну а кто знает ребятки еще раз прошу кто знает хороший рецепт поделитесь приготовление котлет переносится на вечер рыбу опять поставила в холодильник проснулся мой муж поехали поехали ему зарплата пришла на карточку сегодня пятница игры с удовольствием тем более если зарплата тебе пришла он говорит хочу суши поехали поедим наши любимые суши ну а котлеты приготовлю уже вечером будут они на завтра в нашем любимом моле каждый раз теперь когда хотим покушать вкусные суши мы приезжаем сюда у нас есть ресторан суши рядом с домом на последний раз мы так разочаровались там невкусные абсолютно невкусные суши были сказала я туда больше не хожу так что приехали в мол только покушать суши на данный момент самое вкусное именно здесь в этом моле проходили магазин с футболками помощь увидел его доминиканский флага на а еще у них очень много разных кепок муж у меня очень любит кепки наши любимые суши вот так они называются кидо суши самые классные в нью-йорке самые свежие самые вкусные берем газированную водичку и видите суши уже готовы просто они рядом с вами проезжают вы хватаете те которые вам понравились и не нужно ждать заказывать пока они будут готовы так я хватаю вот такие потому что я голодная знаете как я кушаю суши вот так вот соевый соус соевый соус я люблю остренький соус нужно салфеточку положить потому что я много налила байкуды напкин плюс спасибо что открыл мне соду но у нас газировка называется сода так это все перемешиваем это так вкусно васаби чтобы растворилась и и сюда макаем суши вот так и отправляем это в рот цены за каждый ролл в зависимости от цвета тарелки видите это белая это синяя ну и вот цены кому интересно посмотрите а 245 325 4 6 5 долларов look at the price this one the white one to 45 вообще муж обожает вот такие вот суши они жареные you like it no вот это мы голодные мы еще заказали авокадо салат авокадо и наш любимый кани садо это мы голодные это мы голодные thank you look she gave me some sauce for авокадо right здесь шлиф 7-eleven выпить своего любимого кофейка можно конечно дома заваривать кофе но 7-eleven намного вкуснее муж говорит опять ты каждый день кофе показываешь да показываю показываю все что мы делаем почему бы и нет что здесь еще интересного есть но мы так наелись что на еду я даже смотреть не хочу это для диета that's for kids i know ага ok let's check if they have our cream yeah 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 а у них есть сливки наши любимые you have to shake it you have to shake it no don't open а ты боже мой с какой планеты ты wait let me see if you have sugar of course I got sugar он без очков не видит увеличивает как в телефоне нет да 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 shake it first now you now don't put too much okay that's good you get the what how you call them no straw stir stir ага try i'm gonna show you how to close the cough thank you put this thing on top thank you and try yeah you're not gonna try good продолжаем нашу сегодняшнюю прогулку говорю мужа давай зайдем вот этот магазин очень очень люблю этот магазин там столько классных вещей можно найти и одежда и посуда и все для дома всякая всячина здесь и зарядки и наушники сколько всяких наушников здесь это все беспроводные а мы до сих пор пользуемся такими знаете старыми которые с проводками эти у меня постоянно я их столько перепробовала они у меня выпадают из ушей что здесь это все наушники спикеры вот это у них выбор наушников а какие цены какие цены давайте посмотрим 3 до 4 доллара наушники эти 8 а нет это power bank bank 8 долларов рюкзачки разные 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 чем мне нравится этот магазин что очень хорошие цены здесь смотрите рюкзачок 8 долларов да тебе такое надо будешь воду пить говорит мне такое нужно надо это 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 косточку и воду тебе куплю обязательно ты мой перо собачка моя все 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 здесь волчок даже не знаю что это крупы хранители сахар в советском союзе что-то похожее было помните красные такие в горошек было написано соль сахар это одежда для мужчин пожалуйста келвин клайн келвин клайн 14 долларов шортики это большой это не твоя размера конечно ты можешь поставить две ноги там это не твоя размера это не твоя размера это маленькая маленькая только 2 долларов 3 3 3 говори 12 долларов 13 долларов 13 долларов ничего себе 15 долларов ничего себе вазочка мне нравится очень нравится здесь стаканчики смотрите какая прелесть набор вот интересно сколько такой набор стоит 10 долларов 6 стаканчиков а всякое всякое здесь я покупала графинчик здесь я покупала чашечки для чая что мне нужно так это брило чистить кастрюльки сковородки и вот еще увидела вот это очень классный спрей брызгаешь одежду она так пахнет классно мужу на работу буду его его футболки брызгать какой бюстик нашла келвин клайн смотрите какая цена на него была 46 долларов а у них он стоит 799 девичину это это очень красивый цвет это лучше чем терпель это будет это не десерт это не десерт да? проверка все цветы ты любил череп я люблю это взял 50 долларов стоит муж сегодня с зарплатой нет Ну? Окей, take it out. It's gonna fit there? Of course. Our cup is bigger than this stupid stuff. Окей. Nice, right? Берём. Yeah, we go. Very good. Oh, that's it. Мне нравится, что он прорезиненный. Вот, он не будет скользить. Что, давайте посмотрим на новый ковёр. Видите, у нас вот такие вот штучки лежали под старым ковром. И то он всё время двигался. А, да, 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 да. Matching color. Цвет, как подходит к этой нашей... Oh, that's beautiful. Посмотрите, какая красота. Мне нравится, что он не будет. You see how different? You see how different? Beautiful, beautiful, beautiful. You see how different? No. Посмотрите, как цвет подходит к вот этой нашей сидушке. Oh, that's pretty now. A little bit different. See, it's wrinkle, I told you to. Yeah, it's gonna go to the original. Look, you see how nice it looks. Бюр за 50 долларов. Видите, да, он не... Oh, that's beautiful. ...не совается, не двигается. Come to see it from here. From here? From here. Okay. Yeah, it's like, yeah. From here, yeah. Beautiful. Вот это мы сегодня нашопились. Сидушку купили для унитаза твёрдую. А, no, no, up, up. I know, we've got a movie. Okay. Up, 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 up. Yeah. Такую вот картину. Картину купили для кухни. 20 долларов тоже стоит. Всё побросали на пол. Так, что ещё купили? Показываю. Всё разбросано. Всё раскидано. Это мы купили ботинки. Мужу на работу. Ботинки просто горят. Несколько месяцев, и всё. Нужны новые. Купили две пары, потому что вторая пара была 50% скидка. Одну покупаете, вторая пара полцены. Такие ботинки стоят 50 долларов. Вторая пара, значит, 25. Что ещё? Это я уже вам показала. Сидушку. Сейчас установим. Это всё наш любимый магазин. Мой, вернее, мой любимый магазин. Это у меня муж-любитель таких подушечек. Ребят, не поверите. Вот такая вот подушечка. Посмотрите, какая красота. Стоит 3 доллара. 2,99 за одну подушечку. Вот любитель у меня муж. Подушечек, подушечек. Похлеще, чем женщина. Угу. Что ещё купили? А, это я вам показывала. Брызгалка для одежды. Брызгаешь одежду, так классно пахнет. Это для машины. Муж купил. Вонючки любят тоже такие. What else? Всё? А, ну, этот же бюстик, да, я вам показывала. Келвин Клян. Сейчас померяю. Надеюсь, он мне подойдёт. Брило для чистки посуды. Сколько, интересно, стоит. Я даже не посмотрела. Доллар 99. Бюстик я вам показывала. 7,99. А стоил он 46 долларов. На работу, кстати, вот удобная. Без застёжек. Не так они все натирают, мешают. На работу хочется что-то удобное. А, посмотрите. Это всё муж сегодня расплачивался. Купил. Мне говорят, бери, бери. Классная сумка. Летняя. Такой шоппер. Большая сумка. Вот такая вот длинная-длинная ручка. Посмотрите, какая красота. Яркая. У меня, конечно, этих сумок уже... Сколько она стоит? А, 10 долларов. Она не дешёва. Ну как? Такая сумка вообще-то должна, мне кажется, долларов 5-100. 10 долларов. Ну, недорого и недёшево. Классная сумочка. Всё-таки наши покупки сегодня. Картина просто шикарна здесь выглядит. Прямо под шторку подходит этот зелёный цвет. Заканчиваю свой влог, ребятки. Уже поздно вечером. Муж мой уехал на работу. Я в той же майке, вернее. Я уже переоделась, но это у меня домашняя майка. Я только сообразила, что я вам даже себя не показала сегодня на улице, где мы там были, в моле, в магазине. Ну, ничего страшного. Нажарила я, наконец-то, котлеты. Ну, что вам сказать? Новый рецепт, да? Во-первых, они получились очень даже симпатичные, очень даже аппетитные. Смотрите, какие они подгорели. Я их жарила в панировочных сухарях. И очень важно, чтобы была хорошая, удачная сковородка. Я сначала пожарила одну котлетку, потом фарш поставила в морозилку. Ну, вообще, по рецепту, по всем рецептам, нужно котлеты, котлетный, вернее, рыбный фарш ставить в морозилку или холодильник. Я поставила в морозилку на 20 минут и решила одну котлетку пожарить. Вы знаете, я попробовала на соль, на перец нормально, но все-таки я решила добавить чеснок. Ну, что это за котлеты без чеснока? Вот, кстати, ребят, скажите, вы добавляете чеснок в ваши котлетки? Давайте попробую еще одну, попробую. Это уже с чесноком. Вот в первой котлете, которая была без чеснока, мне там чего-то не хватало. Ну, вообще, мне кажется, я немножко переборщила с хлопьями, с овсяными хлопьями. В следующий раз, если я буду по такому рецепту делать, я буду меньше класть овсяных хлопьев. Вот такие вот котлетки, там морковки немножко я добавила. Но эту морковку, которую я потерла на среднюю терку, я ее немножко обжарила, чтобы она не была сыроватая. Ну, вот так вот они выглядят. А внутри на вкус, ну, что вам сказать? Честно говоря, первый раз жарю котлеты с йогуртом, с греческим йогуртом. Давайте попробуем. Ну, это совсем другое дело. С чесночком совсем другое, другой вкус. Ну, все-таки очень много, очень много этих... Я бухнула хлопья. Ну, так, неплохие, ребят. Ребят, но... Все равно я буду ждать рецептиков от вас. Заранее спасибо. И, конечно же, благодарю вас, что вы посмотрели этот ролик. Я благодарю вас за ваш лайк и комментарий. А мы с вами увидимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok